Здравствуйте! В эфире новости ТВЛ и прямо сейчас о самом интересном. Названы лучшие для велосипедистов муниципалитеты Московской области. К числу муниципальных образований с наиболее развитой велоинфраструктурой относятся Броницы, Шатурский и Солнечногорский районы. Наименьшие результаты по обустройству велодорожек на сегодняшний день показывают Электрогорск, Чеховский и Нарфаминский районы. В этом году, по данным регионального Минтранса, прогнозируемая протяженность веломаршрутов Московской области превысит 200 километров. В настоящее время для муниципальных образований разработана вся нормативная база, необходимая для создания удобных веломаршрутов. Задача администрации – следуя разработанным требованиям обеспечить потребности жителей в новых велодорожках с учетом существующей дорожной сети, зон отдыха и центров притяжения населения. 17 сентября в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево» во всех муниципальных районах Московской области пройдет массовая высадка леса на землях лесного фонда и в городах. Участие в крупномасштабном мероприятии примут общероссийские звезды, эстрады, олимпийские чемпионы, известные политики, общественные деятели и жители Подмосковья. В Электрогорске для высадки определена центральная площадка – это городской парк. Новые саженцы появятся и во дворах. Сотрудники управляющих компаний совместно с горожанами займутся их посадкой. В акции может принять участие любой желающий. Начало в 10.00. С собой необходимо иметь инвентарь, ведро, лопату, перчатки и хорошее настроение. Всего планируется высадить более 500 саженцев, деревьев и кустарников. Совещание директоров различных предприятий города прошло в Малом зале Дома культуры. О чем общались собравшиеся, вы узнаете из нашего сюжета. Глава города и директора предприятий учреждений Электрогорска собрались на очередное заседание. В этот раз совет директоров проходил в Доме культуры. И началось оно с обсуждения предстоящей акции «Наш лес, посади свое дерево». Приглашаем ваши коллективы, ребятишек, семьи, родных и близких на посадку деревьев. Информация размещена на сайте администрации, в газете будет, на телевидении. И поэтому КОСБО организованно прийти и оказаться здесь. Стараемся опять же для нашей семьи, для нашего рода. Одной из важных тем встречи стала диспансеризация. На сегодняшний момент диспансеризация в Росвободе населения закончена на 52%. Мы, конечно, отстаем где-то процентов на 8% от общего годового нашего плана. Речь на совете шла и о прививочной кампании против гриппа. В прошлом году, по сравнению с другими муниципалитетами, наш город показал низкий процент явки. На каждый год нам прогнозируют те штаммы вируса гриппа, которые с большей вероятностью будут встречаться на территории. На северном полушарии, то есть для нас с вами тоже сейчас разработана вакцина. Вакцина очень хорошая, отечественная вакцина 3-2, трехкомпонентная, которая нам по городному всемирному организации в городах хранения нам придет вот этот вирус гриппа. Два штамма вируса гриппа А и один штамм вируса гриппа В. В прошлом году электроводка у нас перерезана на 23,5%. Обсудив все необходимые вопросы, совет директоров был завершен. Всего доброго и до встречи НТВЛ.